Бесплатные вебинары для руководителей. Эксперты по построению бизнеса расскажут. Новые сценарии онлайн-продаж, современные возможности интернет-маркетинга, как продавать в соцсетях и мессенджерах, как контролировать сотрудников на удаленке и как организовать онлайн-офис. Делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента. Друзья, день добрый. Приветствую вас теперь официально. Мы делали небольшой тест, а сейчас у нас начало эфира. 11 по Москве. Мы приступаем. Я, во-первых, очень рад, если не видеть личного каждого в лицо, то рад, что вы здесь. Мы открываем вебинар компании 1S Bittrex. Мы рассказываем регулярно про то, каким образом, будем говорить, прокачивать или улучшать свой бизнес. Смотрим на это с разных точек зрения, с точки зрения маркетинга, с точки зрения продаж, с точки зрения процессов внутренних. И сегодня тема вебинара – это коммуникация. Мы будем говорить про коммуникацию с клиентом, коммуникацию представителя компании. Вот мы часто говорим, что продавца и кого-то из клиентов, но на самом деле у продавца, если мы говорим про его роль, сегодня поговорим об этом, он же не только должен продать. Иногда успокоить, иногда психологически поговорить, снять напряжение какое-то, поддержать. Много-много разных функций. Поэтому, конечно, мы будем говорить про то, как общаться. Сегодня вот такой большой вебинар. Немножечко по оргмоментам. Мы сегодня с вами полтора часа, больше не задержимся точно. За полтора часа мы успеем и обсудить моменты логические, как я их называю, в первой части. Мы поговорим, как строить коммуникацию. Во второй части мы поговорим с точки зрения технологий. Может ли технология как-то жизнь нам облегчить? Ну, спойлер, что может. Но посмотрим, как именно в общении с нашим клиентом. Меня зовут Михаил Беляев. Я руковожу офисом Один из Битрикс в Санкт-Петербурге. Мы сегодня перед вами вдвоем уже. Но, кстати, сейчас я представлю Михаила Москотина. Вы можете пока загадывать желание. Это тот вебинар, когда два Михаила в спикерах. Будем считать, что вы слушаете нас, поэтому можете загадывать желание. Но одно условие. Желание это должно как-то быть связано с коммуникацией с клиентами, поскольку тема у нас вот такая. Про деньги и про продажи пусть будет желание. Ага, хорошо. Деньги, продажи и коммуникации. Значит, они все связаны, и мы сегодня как раз посмотрим на эти процессы. Значит, еще немножко по регламенту. Будут, скорее всего, вопросы про запись. Запись будет вебинара. Если у вас вдруг что-то случается со светом и звуком, там пропадает картинка или звук, самый простой способ перезагрузиться. Материалы сегодняшнего вебинара мы отдадим на ту же самую почту. Для этого специально ничего делать не нужно. Вижу в чатике, что уже загадали все. Значит, про чатик как раз. Чатик нужен нам для вопросов и для общения с вами. Если у вас есть какой-то вопрос, бросайте его в чатик, мы туда будем подсматривать, этот вопрос вытаскивать и постараемся максимальное количество вопросов сегодня взять и об этом поговорить. Что еще с чатиком можно делать? Поскольку вебинар у нас сегодня в том числе будет про технологии, мы будем говорить про Bittrex24 как систему, которая помогает в общении, то любые вопросы по Bittrex24, которые вы с собой принесли или которые вдруг возникают, смело в этот чат направляйте. С нами сегодня три компании-эксперта, которые очень круто разбираются в продукте. Компания IT-эксперт, студия Artana и компания InterM. Это коллеги-интеграторы, они помогают бизнесам настраивать себе CRM-систему, Bittrex24 для других задач, поэтому, пожалуйста, коллеги ответят. Так, мне уже говорят, что немножко помедленнее. Сразу, друзья, немножко извинюсь. Вот, помедленнее на вебинарах у меня получается плохо, поэтому я постараюсь замедляться. Спасибо большое за комментарий. Значит, отлично. Я сейчас представляю вам второго спикера, Михаил Москотин. Это, во-первых, очень классный коммуникатор и приятный вообще не человек. Вы сейчас это увидите. И это супер важно, мы об этом отдельно поговорим. Если смотреть с профессиональной точки зрения, то у Михаила потрясающе богатый, насыщенный и большой опыт общения в качестве, ну, давайте назовем это с целью продаж. Вот так мы потом расшифруем. Ну, не только продавец, но вы работали и персонально в продажах, вы и руководили продажами, и вы учите других продавать. Вообще, Михаил тренер и сейчас обучает команды, как выстроить вот такую вот правильную коммуникацию, правильное общение, правильные продажи. А к слову, почему я начал говорить, что очень важная часть, что Михаил классный коммуникатор и позитивный человек, очень общаться с ним приятно. У Михаила действительно наверняка какая-нибудь огромная медаль или большой диплом, как лучшего тренера по soft skills. И я бы начать хотел вот с чего. Soft skills – это же навыки наши, делят на soft и hard skills. И soft skills – это то, что мы в общении как раз проявляем больше всего. Как мы умеем слушать, какие мы гибкие, как мы умеем поворачивать, подстроиться под клиентом. Вот в коммуникациях полностью задействованы soft skills или вот hard там тоже нужны какие-то знания? Окей, Михаил, спасибо за вопрос, спасибо за представление. Я тоже, кстати, быстро говорю, как Михаил, но уже пришла просьба, поэтому я сразу замедлился, не успев начать говорить. Я профессиональный продавец, я 30 лет в продажах, то есть первые продажи у меня были в 13 лет, это была моя первая работа. У меня у родителей был бизнес, и это был торговый бизнес 90-х годов, и я там работал. Я учился в школе и зарабатывал очень хорошие деньги, работаю у родителей. Последние 15 лет я обучаю продавать. Теперь по поводу soft skills и hard skills. Михаил, я маленькую паузу. Олег пишет, что не очень хорошо слышно. Вдруг есть наушники? Раз, два, три. Раз, два, три. Две секунды. Сейчас я... Так, если что-то щелкает, то, друзья, это возможно у меня. В Петербурге дожди. Вот я оттуда. У меня что-то капает по крыше балкона. Я надеюсь, это не сильно пробивается. Я буду периодически глушить микрофон, если вот щелканье такое будет сильно раздражать. Так, плохо видно. Попробуйте немножко обновиться. Так, про щелканье все окей. Так, смотрите, сейчас у Михаила появится звук немножко другой. Так, видно норм. Коллеги пишут, что все окей. Раз, два, три. Так лучше слышно? Раз, два, три. Так, друзья, верните. Мне лучше слышно, а как вам? Ага, ага. Шаги на лестнице. Лучше. Лучше немного. Нет, не от нас. Шаги не от нас, друзья. Если что, дверь не открывайте. Шаги не от нас. И дождя не слышно. Я Михаила слышу прекрасно, он меня тоже. Но давайте будем пробовать. Если что, будем громче говорить. Медленнее, но громче. Значит, Миш, отвечаю на... Мы же на «ты», правильно я помню? Да, легко. Да, ага. Отвечаю на твой вопрос. Есть ряд исследований, которые говорят, что soft skills – это 85% успеха. Hard skills – это только 15% успеха. И есть ряд исследований, которые говорят, что... Москотина совсем плохо слышно. Коллеги, ничего не изменилось. А давайте я попробую звук включить и выключить. Давайте так потестируем. Значит, есть... Еще включил. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Михаил, слышно? Раз, два, три. Мне стало еще лучше. И коллеги говорят, что так. Так теперь хорошо. Отлично. Все, так и продолжаем. Да, по старой схеме включил-выключил. Не, у меня, коллеги, нет проблем с интернетом. У меня проводной интернет, все летает, вроде все окей. Хорошо. Поэтому soft skills – это 15, 85% успеха, hard skills – это 15. И есть ряд исследований, которые говорят, что в ближайшие 5-10 лет практически 70% профессий будут требовать от людей прокачанных soft skills. Я вообще считаю, что для продавца непрокачанный soft skills – это просто не до продавец. То есть продавцу очень важно чувствовать людей, проявлять эмпатию, там, критическое мышление, эмоциональный интеллект и прочие-прочие вещи. Вот. Говорят, плохой звук, очень глухой звук. Ну что такое? Предлагаю последнюю попытку сделать с глухим звуком. Иногда вебинар запоминает, откуда был микрофон, и потом говорит, что я не буду его менять. Сейчас предлагаю сделать следующим образом. Так, Михаил, вот если сейчас вы что-нибудь скажете, изменится? Нет, так звук совсем нет. Да, отлично. Поэтому делаем следующую штуку. Я предлагаю надеть гарнитуру, наушники, сейчас выйти из эфира и зайти обратно. Да. Хорошо, я сейчас так и сделаю. Так и сделаю. Две секунды. Так, звук на самом деле он есть. И тут коллеги пишут, или Михаила пишут, что звука нет сейчас. Звук есть. Сейчас мы попробуем сделать так, чтобы он был примерно одинаковый у обоих Михаилов здесь. И у меня, и у Михаила Москокина. Сейчас мы проверим уровни звука и попробуем Михаила вернуть в эфир уже с чем-то получше. Кажется, что у нас техника примерно одинаковая с Михаилом. И наушники, и ноут, и все окей. Значит, сейчас мы в последний раз попробуем что-то получать. Если это получится, будет отлично. Если прям не получится, то мы продолжим в таком же формате. На самом деле слышно, может сделать чуть-чуть погромче и попробовать. Так. Раз, два, три. Меня слышно? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Ставят прям огонечки. Михаил? Лучше. Говорят, лучше. Все. Закрываем вопрос со звуком. Больше к нему не возвращаемся. И идем дальше. Да. Вот. Поэтому я прокомментировал, Михаил, что софт-скиллы – это самое важное и ценное для продавца. То есть понимать, чувствовать, сопереживать, вообще понимать и психотип клиента, и эмоции клиента. И у меня всегда одна задача, как у продавца – быть полезным. То есть я прихожу на переговоры, и у меня одна задача – быть полезным. Вот. По этой софт-скиллы. Хорошо. Тогда софт-скилл же, я правильно понимаю, прокачивается. Можно его тренировать, улучшать. Ну, конечно. Конечно. Также клиент-ориентированность прокачивается. Эмоциональный интеллект, он просто растягивается. То есть если там во времена моей молодости говорили, что там IQ самое главное, потом появился эмоциональный интеллект, а сейчас есть интеллект любви, музыкальный интеллект, кинестетический интеллект. То есть все эти вещи, они прокачиваются. Конечно. Отлично. Тогда немножко с другой стороны. У нас есть коммуникации с клиентами, мы с ними общаемся. Вообще, про что нужно общаться с клиентом? То есть понятно, если он тебе задает вопрос и говорит там красное или зеленое, ты отвечаешь красное. Но в принципе, про что нужно заводить разговор, как это выстраивать? Я бы здесь, знаешь, Михаил, я бы здесь сказал не про что, а про кого. Так. Стоит говорить про клиента. Знаешь, есть такая фраза, люди любят, когда их любят. И это главный принцип продаж. В моем детстве, знаешь, когда наклоняется к ноуту, то норм, как отклоняется, плохо слышно. Надо микрофон не с ноута, а с наушников. Да я вроде с наушников, ребят, уже работаю. Уже с наушников, уже. Я могу, конечно, его так делать, но вряд ли это что-то изменит. Я все в наушниках. Если близко говорить, то слышно нормально. Не с ноута. Хорошо, ладно, не буду отвлекаться. Так лучше. Хорошо, буду ближе. Михаил, подвинуть прямо вот так. Окей. Где я был, про что я говорил? Про то, что нужно говорить про клиента. Да, да. Про него. Есть, может быть, ты помнишь, во времена моего детства был такой, вредные советы, вредные советы. Островские. Да, 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 да. Если ты на велосипеде, мчишься по коридору, а из кухни папа вышел что-то погулять, не сворачивайте в кухню, в кухне жесткий холодильник, тормозите прямо в папу, папа мягкий, он простит. И вот здесь то же самое. Вредный совет, говорите много о себе. Это вредный совет. Тогда вы точно потеряете клиент. Говорить стоит только о клиенте, о его проблемах, о его болях, о его задачах. Люди, ребят, коллеги, поймите, люди эгоистичные существа. Мы любим себя. И когда я продаю, когда я прихожу на продажи, на переговоры онлайн, оффлайн, по телефону, я говорю о клиенте. Даже когда мне клиент говорит, Михаил, ну расскажите что-нибудь о себе, вот мы хотим о вас узнать. Я всегда улыбаюсь и говорю, коллеги, я о себе могу говорить часами. Я это делаю на тренингах, там еще где-то. Я здесь ради вас. Я, конечно, о себе расскажу. Я просто пару вопросов задам, я обязательно расскажу. И перехватываю инициативу и начинаю задавать о них вопросы. Так вот, люди о себе могут часами разговаривать. О своем бизнесе, о своем оборудовании, о своих целях, о своих сотрудниках. У меня любимый вопрос есть. Я иногда говорю, коллеги, мне просто интересно, я пишу книгу про предпринимателей. Я вообще считаю предпринимателей герои. Вот скажите, а как вообще вы начинали? Все, Михаил, здесь можно просто запасаться временем и сидеть, и слушать, и слушать. Если это управленец, если это не собственник, то тогда как вы карьеру сделали, как вы этого добились, как вы здесь оказались, как вы давно в компании. Люди о себе могут говорить часами. Поэтому о чем говорить, о ком говорить, о людях, о собеседниках. Что еще, кроме разговора о человеке, его компании или его роли в компании, его пути, нужно узнать продавцу для того, чтобы сделка совершилась? Есть, опять же, такая фраза, моя любимая, знаешь, как говорят у нас в ВКонтакте, вот, чья-то боль – это чей-то бизнес. Все, что мне нужно, Миша, узнать, я прихожу к клиенту или звоню, и я слушаю его. Вот, представляешь, мы с тобой два друга, мы с тобой встретимся, я говорю, Миша, ну как у тебя дела, как там в Питере, что происходит, как погода. И ты начинаешь рассказывать, а я слушаю и думаю, а как я тебя могу поддержать, как я тебе могу помочь, как я могу быть тебе полезен. Поэтому искать боли клиента в любой ситуации. То есть, да, я как профессиональный продавец, перед тем, как идти на переговоры, я готовлю 2-3 сценария, как может пойти процесс переговоров. Но бывает так, что я что-то не учел, и процесс переговоров пошел вообще в другое русло. И я забываю про свои дурацкие сценарии, что, кстати, многие продавцы не делают, они начинают переть по своему сценарию, хотя клиенту это не надо. И в этот момент они теряют клиента. Я забываю, понимаю, что окей, значит, я что-то не учел, и я опять в моменте опять его слушаю. То есть, чья-то боль – это чей-то бизнес. То есть, я ищу боли человека. Вот здесь очень интересно, что если я пришел со своим сценарием, то есть, я вроде бы подготовил, молодец, как мне в моменте понять, что мой сценарий не заводится, не работает? То есть, я задаю не те вопросы, спрашиваю что-то не то, рассказываю не то. Как это считать проще с клиентом? Есть признаки какие-то? Сейчас, две секунды. Вот мне тут написали, господин Маскотин. Слушайте, это вечная история про звук. На самом деле, если говорить конкретно про площадку, то площадка выбирает, какой микрофон. Не маковская история, это не настройки ноута, это настройки площадки. То есть, скорее всего, просто площадка тогда реагирует? Да, да. Но вы знаете, здесь у меня на максимуме все стоит, вот то, что мне коллеги порекомендовали, у меня стоит на максимуме. Друзья, я предлагаю сейчас не акцентироваться на звуки, мы этим будем заниматься весь час, потратим кучу времени. Мне кажется, что можно немножко отрегулировать. Я стараюсь говорить чуть потише, вот, чтобы вы, если громкость у себя повысили, нас примерно одинаково было слышно. А я стараюсь говорить чуть погромче, чуть погромче. Все, и мы баланс выровняем. Есть ли какие-то признаки того, что ты делаешь не то? Как это поймать? Признаки того, что я делаю что-то не то, первое, либо человек молчит, молчит. Второе, появляются ложные возражения, например, я подумаю. То есть, я подумаю – это самое распространенное ложное возражение. Давайте будем честными, люди думают редко, люди думают мало, и я явно не тот человек, о котором надо думать. Поэтому, когда мне говорят, я подумаю, для меня это сигнал, что я что-то делаю не то. Я не нашел боль клиента. Я сделал предложение, которое не попало в боль клиента. То есть, у меня бывали сделки и бывают. Когда я вообще молчу, Михаил, то есть, я практически ничего не говорю. Я задаю вопросы, мне рассказывают, я задаю вопросы, мне рассказывают. Потом я делаю предложение, они говорят – куда деньги нести? И даже возражений не появляется. И для меня это сигнал – значит, я нашел правильные вопросы, я услышал боль клиента, я дал ему предложение под эту боль. Поэтому, какой сигнал? Либо он молчит, либо появляется много возражений, которые, в принципе, по факту не должны быть, если я все делаю эффективно. Мы, наверное, сейчас не будем останавливаться на ложных и настоящих возражениях. Можно про это почитать много всякой литературы. Ну да, это будет отдельная тема отдельного вебинара. Да, то есть, возражения – это хорошо. То есть, если они есть, с ними можно работать, это классно. Если вы умеете делить их на ложные и реальные, настоящие, то это даст вам понимание, либо человеку нужно доп. информацию, с ним еще поговорить он не совсем понимает, про что вы, или насколько ценно то, что вы предлагаете, либо человека вы совсем не попадаете, и нужно сменить стратегию или тактику на месте. Так, хорошо. Еще один вопрос, про который хотелось сегодня поговорить, может быть, вот не на реальной встрече, не когда мы лицом к лицу, даже если по видео или вживую, а на чьей стороне должна быть инициатива. Вот у нас есть клиенты. Если это клиенты, скажем, новые, более-менее понятно. Мы работаем либо на входящем трафике, либо мы работаем с исходящим каким-то запросом, и мы идем в народ. Ну, и тут каждая компания, ну, не знаю, если может выбирать, то классно. Если у них есть входящий трафик, здорово. Если исходящий, то тоже хорошо. А если мы говорим про клиентов, которые попали к нам в ворон, или клиенты, которые постоянные у нас, насколько нужно перекладывать на себя или отдавать клиенту инициативу в общении? Я, Михаил, вообще против того, чтобы кому-то отдавать инициативу. Вот моя позиция как управленца, как продавца, как тренера. У меня есть тренинг по командообразованию, я всегда говорю, ответственность не дают, ее берут. И то же самое с инициативой. У кого задача продать? У меня задача продать. Кроме меня, на этом рынке есть еще конкурент А, В, С, Д. И вообще, еще есть и не конкуренты, и клиент эти деньги может потратить на другие какие-то вещи, как Кока-Кола, которая считает, что даже продавцы воды и вообще любых напитков, да, это ее конкуренты. Поэтому для меня инициатива всегда на стороне продавца. Моя цель продать. Я много работаю со продавцами, и у многих постсоветская травма. Скромность. Нам же в детстве что говорили? Скромность украшает. Скромность, она... Люди должны сами узнать о тебе. Я последняя буква в алфавите. Меня все время в этом упрекали, что я как белая ворона, что я все время высовываюсь, москотин, тебе больше всех надо. Я был старостой класса, меня первым приняли в пионеры, мясокомбинат я, птицефабрика я. И у меня есть любимая фраза, опять же. Я говорю, друзья, нам в детстве врали. У скромных продавцов голодные дети. Скромность – это худшее качество для продавца. Поэтому отвечаю на вопрос. Инициатива на стороне продавца. Хорошо. Есть ли какая-то грань между инициативой и навязчивостью? Есть две категории, два термина – навязчивость и настойчивость. Вот, Михаил, я просто не помню, у тебя дети есть, нет? Есть. Круто. Возраст какой, напомни? Пять и девять. О, класс! Самый крутой возраст – пять и девять. Когда ребенку что-то надо, он сдается? Я сдаюсь, чаще всего. Конечно! Конечно! Потому что, пап, купи! Я говорю, нет. Пап, ну очень надо! Я говорю, нет. Пап, а что мне сделать, чтобы ты купил? Я говорю, ничего. Пап, а давай, знаешь как? Ты сейчас купишь, ну как будто на день рождения. Я говорю, нет. Пап, я пошла с мамой поговорю. Я говорю, нет, она уже у мамы. Вот. То есть, и это, Михаил, это настойчивость. То есть, она один инструмент использовала, не получилось другой инструмент. Нет, услышала третий инструмент, нет, услышала четвертый инструмент. И настойчивость для продавца – это круто. Я ищу входы, я ищу с другой стороны заходы. Мне сегодня звонил мой клиент, знакомый. Они там участвуют в тендере, а он знает, что это компания – мои клиенты, где они участвуют в тендере. И он мне звонит и говорит, Миш, я все сделал, там все, переговоры провел, но там тендер. Вот есть ли какие-то входы? То есть, он ищет варианты. Варианты. Что такое навязчивость? Это когда я делаю одно и то же, натыкаясь на одно и то же «нет» и опять делаю одно и то же. Вот это навязчивость. И это людей, ну, как минимум раздражает. Я против навязчивости, но я за настойчивость. То есть, это разные вещи. А я вот так, а я вот так. Я посидел, придумал, звоню, говорю, Михаил, хорошая мысля приходит, а послят. Вот какая идея родилась. Раз. И вы уже улыбаетесь, вы говорите, Михаил, ну, ну, вам легче сказать «да», чем отказать. Я один раз, мне очень важно было в одну компанию заходить. Я к ним приезжал, искал поводы, дарил подарки, находил знакомых. И мне уже какой-то говорит, Михаил, ну, вы к нам как на работу уже ходите. Я говорю, так я же свой, со своими же мы работаем. Он говорит, да, реально, вы свой уже. Все. То есть, это настойчивость. Я ищу разные, 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 разные подходы к человеку. Мне очень нравится это разделение. Если ты делаешь одно и то же, это вызывает раздражение. Если ты пытаешься через разные каналы или разные способы это сделать, это вызывает скорее уважение. К нас в чате писали… Уважение и юмор, и… нам нравятся такие люди, понимаешь, но он не сдается. Это круто. В чате писали, все понятно, если вы уже на встрече или говорите с ЛПРом, но там есть задача до него как-то добраться. Мне кажется, сюда вот подходит история про разные варианты. Через секретаря не получилось, значит, можно отправить письмо бумажное, можно найти на выставке человека, можно… что-то нужно придумать. То есть, это примерно про то же самое. Да, тут мы в сторону, мы ищем варианты, подходы. Я не знаю, звоним в бухгалтерию, говорим, ой, здрасте, а меня с бухгалтерией соединили, а меня с шефом с вашим соединяли. Перейдите меня обратно. Ну, то есть, ищем разные уловки, заходы, подходы, и все. Светлана комментирует, что некоторые продавцы настолько настойчивы, что хочется выбрать конкурентов подороже, лишь бы не видеть этих героев. Вот тут кажется, что настойчивость и навязчивость… Да, 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 да. Навязчивость. Так. У меня вот свежий случай, Михаил. Я запускал проект Рестарт, у меня есть такой для предпринимателей и управленцев, и у меня вебинар зарегистрировалось, там, четыре с половиной тысячи человек. Ну, потом мы, естественно, подогревали эту аудиторию, писали письма, звонили, смс, и мне одна участница из четырех, там, с половиной тысяч написала в Инстаграм, Михаил, вы классный тренер, но у вас очень прилипучие продавцы. Мне ваш продукт не интересен, я не ваш клиент, не ваша целевая аудитория, удалите меня из базы, пожалуйста. Я ей написал благодарственное письмо, сказал, спасибо вам огромное за обратную связь, позвонил в офис, отдел продаж, нашли ее, убрали ее из рассылки, все. То есть из четырех с половиной тысяч один человек сказал уберите, все окей. То есть в чем проблема многих продавцов? Они додумывают, они додумывают. Если мне говорят, что я передовываю, я приношу извинения, откатываюсь назад, говорю, коллеги, видимо, увлекся, извините, откатился назад. Выдержал паузу, а сейчас нормально, сейчас комфортно, сейчас не давлю. Вот еще одна интересная мысль, которая тоже в чате нам подтверждает, что есть твои клиенты, есть не твои клиенты. То есть с некоторыми клиентами ты никогда не сойдешься. Вот вы разные совсем, с этим человеком у тебя не получается. Вопрос. Если мы хотим эту компанию, этого клиента, но вот мы не сошлись с ЛПРом, с человеком, с которым нам нужно договориться, что делать? Класс. Очень крутой вопрос. Михаил, моя позиция как продавца и как предпринимателя такая. У меня есть один тип клиентов, который является не моим клиентом. Это мертвые клиенты. Ну, физически мертвые люди. Вот это не мой клиент. Вот, прости, может быть цинично, может быть грубо, но я вот так к этому отношусь. Пока человек живой, у него есть деньги, он является моим клиентом. Это не он, не мой. Это я пока к нему не нашел подход. Потому что для меня, как для тренера, фраза «это не мой клиент» – это фраза оправдания. Ну, это как, знаешь, а что я сделал? Он козерог, а я водолей. Ну, это антинаучно, коллеги. Любой человек может найти подход к любому человеку. При этом я иногда использую гендерный принцип. Например, девочка звонит руководителю, встречается с руководителем, руководитель – женщина. Ну, не идет контакт. Что я делаю? Я отправляю мужчину на переговоры. Да, гендерный принцип никто не отменял. Мужчины конкурируют с мужчинами подсознательно, женщины с женщиной. Это первое. Да, я могу поменять половую принадлежность, да, менеджер. Это первое. Второе. Я могу признать, мне с женщинами всегда было легче вести переговоры, потому что с женщинами я вообще не конкурирую. Я просто с ними френдли, мы дружим, партнерим. Я вызываю их, там, нахожу их боль и закрываю сделки. С мужчинами не бывало, что мужчины чувствовали во мне конкурента. Что я делаю? Я всегда стараюсь быть чуть поглупее, чуть попроще. То есть, сделать так, чтобы его эго торжествовало. Да? То есть, я эксперт, но я свою экспертность не выпячиваю, пока ее, ну, не попросят продемонстрировать, скажем так. Например, у меня есть там любимая фраза, я прихожу там к Михаилу на переговоры. Михаил, вы знаете, я уже 15 лет в управлении персоналом, в обучении. Если вам интересно, могу дать пару рекомендаций, как лучше подобрать программу и как лучше подобрать тренера, если вам интересно. Понимаешь, да? В этом моменте я говорю, ну да, да, расскажи, интересно. То есть, что я сказал? Я эксперт, но если у вас есть запрос, я готов быть вам полезным. Все. То есть, он здесь. То есть, с одной стороны, я веду переговоры, но с другой стороны, я как будто ему передаю инициативу. Но по факту инициатива все равно у меня. Давай будем честными. Но я ему говорю, если хотите, клиент, ну, ребят, встай и стаглик. Да, интересно, расскажите. Окей, все. Я его вовлек, я его заинтересовал. Это знаешь, Миша, есть такая интересная штука. Тебе интересно было бы научиться вообще интриговать людей. Интересно? Завтра расскажу. Да, приходи завтра, два часа расскажу в эфире в Инстаграм. Все. Вот такие какие-то фишечки. Плюс, например, есть технология диск. Ты наверняка сталкивался, да, технология. Мне она очень близка, я ее использую в управлении людьми, и я также ее использую в продажах. То есть, например, я прихожу к клиенту и понимаю, что передо мной явно стабилизирующий. Ну, я до этого изучил его социальные сети, я увидел его офис, я увидел его кабинет, я увидел, как он выглядит. И он еще даже рот не открыл, но у меня уже есть предположение стабилизирующий. И для меня я их называю так, чай с чабрецом. То есть, с этим клиентом можно от 30 до 90 минут спокойно разговаривать. Он тебе баранок принесет, чай с чабрецом заварит, расскажет про детей, про жену, про все, про охоту, про рыбалку. Есть другой клиент, например, доминирующий. Я это называю эспрессо внутривенно. Михаил, сколько у нас времени? Я говорю, я уложусь в 10 минут, у вас сколько времени? Он говорит, у меня было 15, но за 10 это даже хорошо. Четко по существу вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Я говорю, в принципе, мне картина понятна, предлагаю вот так, вот так, вот так, вы когда вам удобно, раз, раз, раз. Он говорит, приятно иметь дело с деловым человеком. Я говорю, а мне так как приятно. Я так люблю людей, которые умеют ценить свое время. Он говорит, все, сработаемся, хорошего дня, секретарю все передал, согласовываются детали, все, работает. Все, они просто разные, они просто разные. Есть вовлекающий тип, есть стабилизирующий тип. В чем проблема? В том, что мы идем, знаешь, есть такая фраза, я сегодня цитатами шпарю, не знаю, откуда они вылезают. Я очень люблю клубнику, но когда иду на рыбалку, копаю червейку. Так вот, я считаю, что я могу найти подход к любому человеку, если буду не на себе фокусироваться, а на нем. Это не он, не мой, это я не понял, какой он и не нашел к нему подход. Значит, моя задача понять, какой он и найти к нему подход. Я могу быть разным. Я, например, веду тренинг для айтишников, у меня одна модель ведения тренинга. Я веду тренинг для продавцов, абсолютно другая. Если закрыть лицо, можно подумать, два разных тренера ведут. Понимаешь, да? Да. В переговорах тем более. В переговорах тем более. Кажется, что мы начали говорить про инструменты, про фишечки, и это отзывается. Может быть, мы чем-то еще поделимся? Вот есть типология диск. Ну, типологии-то несколько на самом деле, они разные. Конечно. Они каким-то образом делят людей. По каналу восприятия, по внутренней экспрессии, по эмоциональной реакции, по чему-то еще. Может быть, что-то еще полезное есть для продавцов вот навстреченных и в коммуникации? Ну, я не секрет, что я готовился к этому эфиру. То есть, у нас иногда бывает формат вебинара, когда у меня слайды и там какой-то сценарий. Здесь мы идем в вопрос-ответы, причем какие-то вопросы неожиданно для меня появляются. Какие-то ожиданности. Плюс там в чате люди пишут. Мы вообще не знали, что такие вопросы будут. Смотрите, я подготовил пять маленьких инструментов, если говорить про инструменты. Первое. Всегда используйте технику «скажи мне да». Скажи мне «да». Михаил, хотите тестовый режим сделаем для вас? Да. Понимаешь, да? Михаил, хотите там примерить? Михаил, хотите тест-драйв? Михаил, давайте мы вот это сделаем. То есть, человек ленивое существо, и ему проще кивнуть сказать «да». Но, Михаил, при всей простоте данного инструмента, и на мой взгляд, банальности плюс равно эффективности, миллионы продавцов делают обратное. Не хотите тест-драйв? Не хотите, пока съездим в квартиру, не надо показать вам? Не пройдете в примерочную? Десерт не желаете? То есть, они отговаривают клиента, отговаривают. И человек, если ему, говорит, не хотите, он говорит «нет, не хочу». А потом продавец говорит «почему никто не хочет квартиру посмотреть? Почему никто не хочет тест-драйв пойти? Почему никто не хочет десерт съесть? Почему никто не хочет бесплатное тестирование нашей системы?» Ну так потому, что ты что сказал, то и получил. Вы можете, коллеги, заметить этот инструмент, он очень ярко используется во всех фастфудах. Макдональдс, KFC, Бургер Кинг. Например, когда я с детьми хожу в эти злачные места, я готовлюсь. Потому что мы же идем там за гамбургерами колой, да, в рекламе же как? Бургер за 39 рублей. Но они на бургерах же не зарабатывают, они же зарабатывают на картошке, на коле и на соусе. Ну это же схема. Вообще не вижу. Как они это делают? Они говорят «вам колу большую?» И ты киваешь. Они говорят «пирожок будете?» И ты киваешь. Говорят «соус сырный или барбекю?» Ты думал-думал «сырный». Хотя ты не планировал это брать. Они используют технику «скажи мне да». «Скажи мне да». Это я еду в поезде, и мальчик идет, знаете, из ресторана. «Мороженое не хотите?» «Мороженое не хотите?» «Мороженое не хотите?» И ему в каждом купе говорят «нет, спасибо, нет, спасибо». И он грустно идет. Обратно идет. «Обедать не желаете?» «Обедать не хотите?» «До обеда еще не созрели?» Я сжалился над парнем и говорю «ну поменяй ты призыв». «Ну что ты делаешь?» «Ты ходишь, отговариваешь». Это вот простой инструмент. Многие его наверняка слышали, но почему-то используют единицы. Окей, вторая вещь, например, паузы в продажах смертельны. В паузы в продажах смертельны. Что это значит? Например, я клиент, Михаил продавец. Я говорю «Михаил, скажите, а у вас гарантия есть на вашу там Bittrex 24?» Гарантию какую-то даете? Михаил? Я замолчал прям. Вот. Ну скажите, даете, не даете, что там у вас происходит? Да, вот, пожалуйста, страница. На ней нарисованы условия. Могу рассказать подробнее. Нужно? А, вот смотри, что ты сейчас делал. Ты перехватил инициативу. Ты сделал правильно. То есть ты ответил и задал мне вопрос «Нужно?» Да, хотите? Что делают большинство продавцов? Им задают вопрос или возражение, они отвечают и молчат. Любую паузу мозг воспринимает двояко. Либо надо спросить кто-то еще, либо «Спасибо, мне не надо», положил трубку. Или «Спасибо, до свидания», вышел из переговора. Поэтому всегда пауза – это опасно. То есть я всегда говорю «Один вопрос, один ответ». И тут же встречно. Ну что, протестируем? Ну что, сделаем? Ну что, посмотрим? Хотите? Да, ссылочку кинуть. У вас, кстати, удобнее телеграмм, вот сам на какой номер. Да, протекните ваш номер. Все, и я уже инициативу перехватил. Я на один вопрос делаю один ответ. А у нас как получается? Продавец звонит или приходит, и вот полтора часа или там 30 минут песни-танцы. А клиент сидит, говорит, а так сделайте? Он говорит, конечно сделаем. Он говорит, а так сделайте? Конечно сделаем. Он танцевал-танцевал, а потом клиент говорит, ну ладно, мы вам перезвоним, оставьте коммерческое, спасибо, до свидания. Я ничего не узнал про клиента. Я ему просто плясал-танцевал, а в итоге просто получил возражение, мы подумаем, спасибо, отправьте коммерческое. Но это абсолютно неэффективная модель. Поэтому пауза смертельная. Третье, что еще бы я предложил. Если у вас, например, живые переговоры, то есть не онлайн, как мы сейчас с тобой, не телефон, да, а я приехал на переговоры, например, я завтра поеду к клиенту на переговоры, после завтра у меня встреча назначена с клиентом в Москве. Я это называю «дайте человеку право-налево». Что это значит? Если бы я, Михаил, к тебе пришел на переговоры и был у тебя в переговорке, между двумя стульями слева от тебя и справа от тебя, я бы выбрал стул слева от тебя. То есть моя задача всегда сидеть по левую руку от нового собеседника. Если бы ты пришел ко мне в офис, то я бы заранее поставил стул так, чтобы у тебя даже выбора не было, я бы поставил стул так, чтобы ты сидел справа от меня, а я слева от тебя. Я бы сказал, Михаил, вот прекрасно, стул, присаживайтесь, вода, кофе, чай, что желаете. Все. И ты бы даже не подозревал, что специально этот стул так стоит. Для чего это делается? Левая рука у нас в сознании воспринимается как прошлое, правая рука как будущее, и время течет слева направо. Люди не боятся прошлого. То есть какая бы там страшная ситуация, сложные переговоры или какие-то проблемы. У меня вчера консультация была с клиенткой, у нее там были прокурорские проверки. Да, там кто-то из клиентов написал жалобы, вот ее там просто запроверялись. Я говорю, ну это же в прошлом. Она говорит, да. Я прямо так на консультации выдохнул. То есть все, она уже об этом говорит с юмором, с улыбкой. А если завтра придет прокуратура? Непонятно, что будет. Конечно, она напряжена. Так вот, правая рука – это будущее, левая – это прошлое. Поэтому всегда слева от человека. Простая тоненькая настройка, но добавляйте в свой, как говорится, импульмонарий продавца. Еще одна вещь, например, тест на сделку. Что это такое? Например, Михаил, скажите, а вы можете установить мне вашу СРМ-ку в Питере? Можете специалиста в Питер отправить? Да, конечно. Окей. Нужно отправить, да. Что ты сделал? То есть ты мне ответил, а что такое тест на сделку? Я бы сказал так. То есть я правильно понимаю, если мы отправляем нашего специалиста в Питер, вы готовы с нами работать. Правильно? То есть ты в этот момент тестируешь мою готовность. Если я еще не готов, я говорю, не-не, Михаил, об этом еще рано говорить, я пока только пытаюсь понять. Ты говоришь, да, да, конечно. А если я уже готов, ты говоришь, прекрасно, да, конечно, все подписываем. Скажите, вы не укладываете в наши сроки. То есть я правильно понимаю, если мы соблюдаем сроки, о которых вы говорите, это значит, что вы готовы с нами начинать работать. Правильно? То есть я и про сроки сказал, и потестировал. Или там, ну не знаю, не знаю, Михаил, а скидочку сделаете, ну хотя бы процентов 10, ну так, за красивые глаза. У меня сегодня клиентка мне писала, Михаил, сколько стоят ваши услуги? Ну я ей там озвучил сумму, она говорит, а скидку сделаете за красивые глаза? Я ей пишу. То есть я правильно понимаю, если я делаю скидку такую, мы назначаем время консультации. Верно? То есть я не просто говорю, да, сделаю. Я говорю, да, я сделаю. И если я делаю, это значит, что мы начинаем работать. Правильно? Очень хорошо. Да? Она выдерживает паузу, пишет, да, я готова, предложите свободные окна. Я говорю, отлично, у меня есть там вторник во столько-то, чем четверть во столько-то, а эта неделя уже расписана, окон нет, да, даже выходные уже заняты. Она говорит, окей, тогда вот такой-то день, такое-то время говорю, отлично, вот счет, отправляйте предоплату в календаре скрипт расписать. Все, сделку закрыл, все. Тест на сделку. К сожалению, у нас в стране, Михаил, люди, я тоже это называю, постсоветская травма, они стесняются говорить на две темы. Про секс и про деньги. Вот это две темы, на которые людям до сих пор неудобно говорить. Причем самое интересное, что люди чаще всего подумают на две темы. Про секс и про деньги. Но про себя. Ну, конечно, конечно. Я всегда говорю, коллеги, если вам нужны деньги, говорите про деньги, спрашивайте, тестируйте, зачем выжидать. Тест на сделку. Ну и пятая, еще одна такая фишечка, уберите, вот я много слушаю звонков клиентов, мне высылают, кто-то на консалт, на обслуживание, Михаил, послушайте мои переговоры. Михаил, да-да, слова-паразиты, скидочка-покупочка, ага, улучшительно ласкательная. Я, например, слушаю звонки, я слышу там такие вещи. Наше оборудование не сломается, мы вас не подведем, наша система не рухнет, можете не переживать. Что происходит в голове человека? Мозг человека, к сожалению, не слышит, частицы нет. и происходит следующее, наше оборудование сломается, мы вас подведем, можете переживать, с нами проблем не будет, проблемы будут, ваши деньги не пропадут, деньги пропадут и так далее. Я говорю, меняйте, вот смысл, тот же, но в позитивном. Ваши деньги в надежной компании, можете спать спокойно, будьте в нас уверены, вы еще нам спасибо скажете, наше оборудование надежное, на оборудовании рез гарантия. То есть фразы, но в позитивном ключе. Это как один тренер, я где-то был на каком-то форуме, мне так, пример, понравился, это как бы не мой пример, просто даже не помню, кто из коллег. Он говорит, представьте картинку, мышка не копает ямку. И все засмеялись, в этот момент мы и мышку представили, и ямку представили. Все. Вот здесь то же самое, то есть частица не, она исчезает, лучше в позитиве. Ну вот пять таких коротеньких инструментов, вот заготовка такая домашняя. Вообще круто, мне кажется, что это несложные инструменты, которые можно прямо взять себе сегодня, вот понаблюдать за тем, как ты говоришь не или переформулируешь это. Как ты отвечаешь на вопрос, оставляешь ли ты инициативу на стороне того, кто задает этот вопрос или перехватываешь себе. Очень классно получается. Еще один момент. Скидочки, по поводу скидочки, это тоже инструмент зеркала. То есть, например, я использую там слово скидка, там, то есть, ну, во взрослой позиции. Если клиент мне говорит, Михаил, а скидочку сделаете, я просто повторяю его фразу, конечно, скидочку сделаем. Если, Михаил, а скидку сделаете, я говорю, сделаем скидку, я правильно понимаю, что начинаем работать, скидка 10% максимальная, да, с какого числа, чем что-то там, или что-то еще. Поэтому тоже зеркальте людей. Единственное, что не стоит зеркалить, матерные слова. Вот это тоже, я всегда на тренингах говорю, что у меня бывает клиент, он не просто матерится, он разговаривает на этом языке. Да, такие люди есть, и кто и такой, чтобы их осуждать. Но есть исследование, что люди, которые сами используют ненормативную лексику, очень часто не любят, когда другие используют ненормативную лексику. Люди такие странные существа, на самом деле. Поэтому вот это не стоит зеркалить. А все остальное, тембр голоса, темп, там, скорость, да, замедлится. У меня иногда бывают такие клиенты, но они не то, что, знаете, Михаил, тормоза. Нет. Но они просто медленнее, чем я. Да, и я тоже замедляться начинаю, потому что, ну, ему комфортно. Ну, вот как-то так. Меня очень классно подловили. Я говорю, смотрите, какие несложные инструменты. я уже видел. Спасибо, Сергей, классно. Да, инструменты простые, применять легко, прямо сегодня делайте. И они все эффективные и рабочие. Про позицию мы начали говорить, в какой позиции ты находишься относительно своего, ну, оппонента неправильно, своего, там, визави, ты пришел на переговоры. Собеседника. Да. Есть над, есть под, есть вровень. Мы немножко говорили, а давайте мы будем чуть-чуть глупее, если человек боится конкуренции. Как выбрать эту позицию, какая выигрышная, и если зависимость в этой ситуации нужна, так в этой ситуации по-другому? Круто. Хороший вопрос. Есть три позиции психологически, есть позиция блаймера, я сверху, я над, есть позиция компьютера на равных, мы с тобой взрослые люди, Михаил, ты мне задаешь вопрос, я отвечаю, ты мне, я тебе, я тебе вопрос, ты мне ответил, все. Нам не надо друг перед другом доминировать или лебезить, да, мы на равных как партнеры. Ты мне пишешь в чате, Михаил, у нас вебинар, готов поучаствовать. Я тебе пишу, в такую-то дату я занят, но есть вот тогда-то. Все, мы с тобой на равных. То же самое с клиентом. И есть третья позиция, плакатор, я снизу. И часто клиент, может быть в любой позиции. Я вижу клиентов, блаймеров, которые говорят, ну давай, мальчик, расскажи, удиви меня. Я вижу клиентов, плакаторов, которые сомневаются, надо посоветоваться, надо подумать, что-то еще. Понятно, что самый комфортный для меня клиент компьютер, когда вот мы на равных разговариваем как партнеры. Моя позиция, в 99% случаев, это позиция компьютера, она самая эффективная. Мне не нужно ни над кем возвышаться, доминировать и доказывать свою крутизну. У меня с самооценкой все окей. И мне не нужно угождать или безить. Даже когда я делаю вид, что я немного глупее своего собеседника, я делаю это абсолютно осознанно из позиции компьютера. И самое интересное, что когда я в позиции вот этой нейтральной, да, ровень, да, взрослый человек, с адротным человеком, те, кто сверху, пытаясь учить меня, они устают, они рано или поздно спускаются ко мне, начинают на равных разговаривать. Те, кто снизу, моя задача в них вселить уверенность своей силой, своей вот этой сильной позиции, я немножко их приподнимаю до своего уровня. Потому что, если я встретился с блаймером, который доминирующий сверху, и сам туда впрыгнул, это конфликт. И я такие конфликты встречаю, слушая переговоры. «Ребят, что вы делаете? Вы понимаете, что вы уже…» Ну, там хамства нет, но уже по контексту они прямо кто круче, вот уже сражаются. «Ребят, у вас какая цель? Быть правым или денег заработать? Вы что делаете?» «Я себя тоже не на помойке нашел, со мной не надо так разговаривать». Я говорю, «Подожди, это работа продавца, какая помойка? Ты что говоришь?» А кто-то, наоборот, падает в детскую позицию, в позицию плакатора. «Вот, он меня обидел, он меня нахамил, он собой так жестко, грубо, я тоже не могу это терпеть, тут и начальник меня очморит, и клиент меня очморит». Я говорю, «Подождите, но это детский сад, это абсолютно инфантильная позиция. Когда будем взрослеть, коллеги, раз, два, то есть, меня нельзя обидеть, я могу обидеться, это абсолютно разные позиции». Там был прикольный вопрос, Гаил, по поводу перехода на «ты». Я перехожу к коллеге. Да, Илья написал, спасибо за вопрос. Только в одном случае, если клиент мне говорит, «Михаил, давай уже на «ты». То есть, даже если он со мной на «ты», даже если он со мной давно на «ты», пока мы не договорились об этом, я не перехожу. Мы с Михаилом уже, ну, какой раз мы увидимся? Много, несколько лет, да. Ну, конечно, несколько лет знакомы. И то, я все равно говорю, «Михаил, а можно же на «ты», мы же с тобой на «ты». То есть, я и то разрешение прошу. Хотя мы здесь выступаем, как равные партнеры. Да, он меня пригласил на свою площадку, я с радостью поддержал их инициативу. Но когда я продаю, я только на «вы». Если уже клиент говорит, «Михаил, ну, уже давай на «ты». Если вам удобно, да, окей. И тогда я перехожу на «ты». Первый – никогда. Первый – никогда. И даже если он на «ты», я все равно на «вы». Вот так. Если он на «ты», я на «вы». Потому что ему может быть комфортно на «ты», но если я начну на «ты», ему может быть некомфортно. Я этого не знаю, поэтому я не рискую. Я, знаете, говорю всегда, гладьте эго клиента, не бесите клиента, гладьте эго клиента. И вот поэтому вот так. Сейчас пару вопросов еще возьмем, финальных. Значит, во-первых, нужно разобраться, где стул. Все запутались в чате. Значит, где должен быть стул из клиента? Смотрите, ориентир на левую руку клиента. Левая рука клиента. Я осматриваю передо мной клиент, вот его левая рука, и я сажусь слева от него. У меня был один раз случай, я пришел на переговоры в РЖД, там были вот такие серьезные переговоры, и сидит человек в кресле, и стоит одно кресло. И он говорит, Михаил, присаживайтесь. Я подхожу, беру кресло, а оно не двигается. То есть, оно с такой основательной какой-то штук еще в советских времен, такой, я не знаю, мне кажется, в Сталине это кресло еще делали, там просто оно, там, сто килограмм. Я понимаю, его не подвинуть, что я сделал? Я присел, но кресло было большое, я двинулся чуть вправо, чтобы быть немножко от него слева, и облокотился вот сюда. То есть, моя задача быть слева от него. То есть, я ориентируюсь на его левую руку. Его левое – это прошлое, и я в его прошлом нахожусь. Любая позиция вот так, это все равно некая конфронтация сопротивления, особенно мужчина-мужчина, женщина-женщина, поэтому я раз, немножко вбок. Если можно стул подвинуть, подвиньте стул. Вот. Так, вопрос про переманивание. Как вы переманиваете клиентов, если нужно переключить с другого провайдера к себе? Ой, классный вопрос. Классный вопрос. Я не смотрю на это, как на переманивание, потому что я искренне считаю, что люди – умные существа. Люди хотят кушать вкусно и вкуснее, чем вчера. Люди хотят машину лучше, чем вчера. Денег больше, чем вчера. Если даже на автопроизводителей посмотреть, там, сегодняшняя Toyota Corolla, она больше, чем, там, десятилетняя Toyota Camry. То есть, они багажник больше, крылья длиннее, салон шире, то есть, эго больше, лучше по-другому. Поэтому, если мне нужно сделать так, чтобы клиент выбрал между старым своим поставщиком и мной, мне нужно быть, первое, понять, что я такой же крутой, как его поставщик, а дальше подумать, как сделать так, чтобы мне было круче, то есть, я был круче, чем он, и для человека это было очевидно. Смотрите, когда человек принимает решение, у него же есть зона боли и зона удовольствия. Так вот, мне нужно зону удовольствия так приподнять, чтобы вот его, его принятие решения, а смена поставщика, то есть, любые перемены, это зона боли, это зона боли. То есть, люди инертные существа. Они, с одной стороны, хотят вкусно кушать, хорошо жить, но перемены люди тяжело воспринимают. Мозг, он вообще не про перемены. Мозг человека про стабильность. Он говорит, хозяин, оно тебе надо. Ну вот у Михаила покупаем уже сто лет. Ну зачем? А тут какой-то Василий, а тут какая-то Светлана. И вроде выгодно, очевидно, но страх перемен. Поэтому все, что я делаю, я готовлюсь, я изучаю конкурентов, изучаю клиента и ищу вот как раз, что я ему могу дать лучше, больше и по другому. То есть, очень вкусная картинка будущего такая. Конечно, конечно, конечно. Вообще, людям нравится будущее покупать, да? Люди, они же про будущее. Нам же мозг закидывает, туда. Если там лучше, ну окей, давай пойдем. Мы хотим, а при этом страшно, страшно потерять. Страх потери сильнее, чем страх удовольствия от приобретения. То есть, впереди должно быть намного лучше, чем в текущей ситуации, чтобы решиться. Однозначно, однозначно, однозначно. Посмотрите, спрашивают, как работает дедлайн. Стульев, 12 стульев, где Астап Бендер с шахматистами общался, да, про Нью Ванюки. Ну вот это, вот это гениальный продавец. Он рисовал, и они все, как ролики на удаве, посидят его слушают. Вот это гениальный продавец. Ему скромность не свойственна. Как работает дедлайн? Предложение действительно в течение такого-то времени. Решиться нужно до послезавтра. Да. Как? Хорошо, плохо? Стоит использовать? А, ну я понял. Ну, конечно, стоит. Это же чистой воды, коллеги, психология, потому что, ну вы же знаете, человек такое существо. Кто из вас откладывал когда-нибудь что-нибудь, да? Конечно, ну вот я две руки подниму. У меня один раз, Михаил, было два абонемента, два фитнес-клуба, я ни в один не ходил. Ну, ну, то есть, это нормально. Мы живы... Идеальный клиент. Конечно. Так на таких, как я и живут, фитнес-клубы, я когда фитнес-клубах провожу и рассказывал этот кейс, они сьются, Михаил, побольше бы таких, как вы. Да, деньги заплатил, а сам не пришел. Вот. Поэтому дедлайн это прекрасный инструмент. То есть, в этот момент человек понимает, что надо принимать решения, потому что этот человек не любит принимать решения. Человек любит откладывать. Завтра ешу. Завтра об этом подумаю. А ему говорят, завтра в 12.00 карета превращается в прикол. Мы вас очень любим, но так устроена система. Решайте скорее. Да, сейчас многие, даже бонусные программы так устроены. То есть, у них бонусы сгорают. Если вы бонусы не используете, они сгорают. Это тоже нормально. Цель бизнеса, чтобы клиент пришел эти бонусы обналичил и что-нибудь еще бы и купил. То есть, не только одни бонусы, а чтобы еще денежку оставил. Поэтому, это нормально с точки зрения бизнеса. Тут еще важный момент, как мы это делаем. То есть, если мы это делаем с любовью, по-партнерски, с уважением, с заботой, написали какую-то теплую СМС, напоминаю вам, вы нас любимый клиент, пожалуйста, заходите. Просто бонусы могут сгореть, будет очень жалко, если вы не успеете ими воспользоваться. Все, я понимаю, обо мне заботятся. Да, я где-то понимаю, что, конечно, это бизнес. Они хотят, чтобы я к ним пришел. Но приятно же. Но приятно же. Ну, эго, эго, гладьте эго. Поэтому вот так, я за дедлайну. Вот финальным вопросом закончили сейчас от Ильи. Считаете ли вы, что в продажах не нужно врать и лукавить? Используете инструменты или нет? Коллеги, я считаю, что люди умные существа. И я запрещаю в своей команде врать. Когда я провожу тренинги для сторонних компаний, а это 99% моего времени, да, я корпоративный тренер, практически все российские банки, сотовые операторы, да, легче перечислить, с кем я не работал, чем с кем я работал. Вот. Я им говорю, ребят, я не священник, и я не могу вам сказать, что врать это плохо или правильно, или неправильно. Я этого не говорю. но у любого вранья есть последствия. И я против вранья, потому что будут последствия. Это одноразовые продажи. Вы сегодня человека обманули, а завтра он у вас уже не купит. Поэтому я, Михаил, за правду, я за честность. И я вообще всегда говорю, дайте ему больше, чем он ожидает. Вот чтобы он, вот это, знаете, у меня есть такой, Миш, пример классный. У меня был приятель, когда я жил в Перми, я сам родом из Перми. И я у него обслуживал все свои машины. Там свои машины, жены машины. Я, например, к нему приезжаю, Сергея его звали. Я говорю, Сереж, машинку надо посмотреть. Он говорит, да, конечно. Загнали на подъем, и писали, ну смотри, здесь работы, там, часов на восемь, там, вот это, вот это, там, что-то надо сделать. Все, такси вызывай и уезжай. Я говорю, сколько нужно денег? Он там прикинул, говорит, ну, там 15 тысяч, ну, условные цифры. Все. Я понимаю, что я сегодня до вечера без машины, какие-то дела, там, такси, либо там поменял планы, либо там с водителем, что-то еще. Он мне звонит, там, Михаил, машина готова. Я понимаю, о, он мне пару часов подарил. Я приезжаю, ну, сколько с меня? 15 тысяч я там, как раз, с карты снял, да, там, времена, когда еще там наличка была в ходу. Да, сейчас я уже забыл, что такое наличка. Я ему 15 тысяч даю, он говорит, ты знаешь, я обсчитался 14 тысяч, у меня обратно возвращает. И потом я... Хитрый какой человек. Он умный, Миша, он умный. И я сажусь в машину, он говорит, ты знаешь, у тебя там жена, видимо, где-то парковалась, защиту оторвала, но мои ребята тебе все, все, все там приделали. Я говорю, я тебе что-то должен, говорит, да перестань. Ты знаешь, у тебя диски потемнели на машине, я девочек попросил, они полирнули, она у тебя сейчас как новенькая. И что я в этот момент чувствую? Я чувствую, мне два часа подарили, тысячу подарили и еще дополнительную услугу подарили. А дальше я с друзьями на футболе или в ресторане, или в бане, или на конференции, и кто-то говорит, Миша, а есть какой-то нормальный сервис, машинку обслужить надо? Я говорю, ребят, записывайте телефон, Сергей Соловьев, ну лучше него никто не сделает. Вот, все. Другой пример, в Краснодаре у жены на машине накрылся кондиционер, приехал в сервис по рекомендации, опять же, там в интернете, знакомых мало было тогда в Краснодаре, приехал, я говорю, сколько будете делать? Я говорю, за три дня сделаем. Через три дня я им звоню, выясняю, что они даже к ней еще не приступали, она просто три дня у них стояла. Я говорю, ребят, вы издеваетесь, я бы мог три дня ездить на машине. Ну, вы понимаете, у нас очередь, у нас это. В итоге насчитали, там, 15 тысяч рублей, я говорю, хорошо, приезжаю с карточкой, подхожу в этот, в терминал, там, кассир девочка, она мне говорит, там, 18-900, я говорю, подождите, мне сказали 15, ничего не знаю, вот листочки, идите разбирайтесь. Иду к механику, я говорю, подождите, вы сказали 15, а тут 18-900, он говорит, ну, вы знаете, Михаил, вот тут вот вскрылись вот такие моменты, вот такие, и я что межчувствую, я чувствую, что меня дважды поимели, дважды обманули, и я никогда к ним не вернусь, и я всем сказал, туда не надо ходить, там, хотя, может быть, они даже не обманывали, но у меня ощущение, что меня обманули, поэтому я всегда говорю, лучше с запасом, скажите, что неделя, а сделайте через 5 дней, скажите, что там 100 тысяч, а в итоге там возьмите 95, и у человека будет ощущение, что, ну, ему подарок какой-то сделать, то есть, некий такой простой вау-эффект, вот, тут даже не надо креативить, просто подушку, сделайте бухер какой, вот и все. Михаил, вопросы есть, но мы сейчас их не успеем взять, куда их можно адресовать, как найти, где? Коллеги, я есть на Ютьюбе, Ютьюб-канал Михаил Москотин, я есть в Инстаграм, 16 тысяч подписчиков, буду рад каждому из вас, я сам веду свои социальные сети, Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм и Ютьюб, сам отвечаю на вопросы, делаю какие-то эфиры, поэтому любые вопросы пишите, с радостью отвечу, либо голосовым сообщением, либо сториз сниму, а иногда делаю эфиры, потому что вопросов накопится, я делаю там прямые эфиры, отвечаю на вопросы, вот, ну и плюс, конечно, есть много корпоративных программ, всегда можете узнать, что я делаю, также в социальных сетях, я все анонсы там выкладываю, как-то так. Отлично. Михаил, спасибо тебе огромное, мне кажется, мы дали интересных, классных вещей, которые можно прям попробовать, и поговорили здорово, у меня ощущения классные. А я всегда рад, когда ты меня куда-то приглашаешь, потому что, ну, мне нравится общаться с тобой, у тебя классные люди, которые являются клиентами вашей компании, поэтому буду рад всегда. Огонь. Хорошо, счастливо. Я бы сказал, где меня искать, написал Москотин, вот так по-английски, если смотреть, да, Москотин. Там лицо такое. Ну, в чатике есть, да, парни. Да, да. Ищите, друзья. Коллеги, спасибо огромное, хорошего продолжения вебинара. Я, знаете, такую фразу скажу, делайте мир лучше, а себя побогаче. Мне кажется, в этом, в принципе, главный продаж. Что-то делать хорошее, а себя делать от этого богатым. Это круто. Счастливо. Так, друзья, у нас с вами осталось примерно полчаса, и за эти полчаса мы посмотрим на коммуникацию и продажи со стороны технологий. Будем говорить так. Я сейчас поговорю про немножко логические вещи, которые в CRM укладываются. Буду говорить про Bittrex 24, буду показывать интерфейсы Bittrex 24. Чатик точно так же работает. Вижу, там уже есть вопросы по систему. Коллеги есть в чатике. Напомню, с нами сегодня коллеги-интеграторы, которые в продукте разбираются хорошо. Если я не увижу, или вопрос более конкретный, на который голосом не ответить, то коллеги осветят и ответ дадут. Так, отлично. Значит, на несколько блоков разделил презентацию. Буду сейчас говорить по этим блокам, что мы с клиентами делаем, где мы забираем коммуникацию на себя клиента, где мы потом работаем с этой коммуникацией и на инструменты будем перекладывать. Значит, про коммуникацию. Каналов теперь огромное количество. Понятно, что мы уже ушли от системы, когда у нас был входящий номер телефона и корпоративная почта, ну или просто один входящий номер в B2C. Мы понимаем, что мы присутствуем и в социальных сетях, и в мессенджерах нам хотят написать, и все эти каналы нужно бы как-то отрабатывать, обрабатывать и собирать к себе. Есть один из вариантов, когда мы не используем, например, CRM-систему, мы это делаем в отдельных вкладках браузера или там в телефоне, каждый у себя. Коммуникация – это неконтролируемо, и, конечно, бизнесу хочется, чтобы мы, ну, как минимум, посчитали количество всех входящих обращений. Это суперважная задача. Если вы себе такой вопрос задаете, то вот оно понимание. Знаю ли я сейчас, какое количество входящих обращений у меня там в день, в неделю, в месяц. Следующий вопрос, который нужно задать – знаю ли я, в каких каналах эти обращения. Мне пишут больше через Facebook-Контакт, мне пишут больше через электронную почту, или клиенты в основном звонят мне, или мои клиенты предпочитают канал в Телеграме, или общение в Телеграме, или в WhatsApp. Понимаю ли я своих клиентов, знаю ли я, где я с ними общаюсь. Третий вопрос, который мы дальше задаем – умею ли я контролировать качество и скорость общения. Давайте маленький тоже интерактивчик. Я буду периодически просить вас в чат писать какую-то обратную связь. Первая обратная связь – скажите, пожалуйста, есть ли у вас внутри понимание, как быстро нужно отвечать на запросы клиентов. Понятно, что каналы разные, почта и телефон, и там мессенджеры отличаются. Давайте возьмем мессенджеры и социальные сети. Есть ли у вас понимание, как быстро нужно в социальных сетях отвечать, ну и какое-то время. Одна минута, десять минут, один час в течение дня. Так, вижу, до двух минут в рабочее время, да, не дольше двух минут. Один час. Любовь и Виктория вместе, видимо. Чем быстрее, тем лучше, лучше сразу, да? Смотрите. Это представление у вас в голове. Сейчас не то, чтобы есть правильный ответ или есть неправильный ответ. Конечно, в чатах мы хотим, чтобы сразу же нам отвечали. Но есть сферы, есть направления бизнеса, в которых нормально ответить в течение часа, в течение двух, в течение нескольких часов. Если этот чат у нас сохраняется. Сейчас про это отдельно тоже скажу. Значит, упражнение мы такое с вами сделали. У нас есть понимание, за сколько нужно отвечать. Теперь второе упражнение, нужно убедиться, что это знаете не только вы, но и все ваши коллеги. А мало того, что знаете, хорошо вы еще и делаете. Значит, почему я эти вопросы задаю и с вами на эту тему говорю? Потому что, конечно, CRM-система обладает огромным преимуществом собирать обратную связь внутри себя. То есть она считает все обращения и входящие, и сходящие. Мы сейчас больше про входящие. Она умеет понимать, ответили мы на них или не ответили. И она умеет даже контролировать время, в течение которого что-то происходило. Отчеты вам показывают. Ну, а если это входящее, ну, не знаю, сообщение с почты, мы говорим, в течение дня нужно ответить. И мы в течение там пяти-восьми часов, как у вас заведено, не отвечаем. Система умеет подсказать нам. Будет у меня слайд про автоматизацию, я про это скажу. Это скриншот из Bitrix24, раздела, который называется «Контакт-центр», который позволяет подключить к себе все каналы коммуникации, используемые вашими клиентами. Тут нет оффлайн-канала, мы не можем подключить автоматически людей, которые пришли ногами в наш офис, их нужно руками заносить. Ногами пришли, а руками заносить. А все остальные каналы цифровые мы, конечно же, автоматически забираем себя и считаем и показываем. Ответ на вопрос «Сколько входящих обращений?», отвечаем ли мы на них, как быстро мы это делаем, и качество можно проверить. Можно почитать чаты, можно послушать звонки или посмотреть переписку. Немножко лайфхаков, как это сделать попроще, поинтереснее. Значит, в социальных сетях у нас есть возможность точно так же забрать это к себе, и в соцсетях пишут «Отвечают в течение какого-то времени». Чем быстрее вы отвечаете, тем больше желания у клиента написать вам, потому что он ожидает, если я сейчас напишу, сразу же ответ получу. Если там написано «Отвечать в течение дня», то он понимает, что сразу ответ не получит, может быть, у кого-то другого ответ такой есть. Когда мы из социальных сетей забираем клиента себе, а вообще CRM выполняет еще одну функцию, она не только позволяет вам быстро отвечать, но и позволяет вам забирать контакты клиентов к себе в CRM-систему, для того, чтобы вы в дальнейшем могли с ними взаимодействовать. Мы можем забрать контакты клиентов такой формой из «Контакта» или «Фейсбука». Вот у меня есть два слайда «Контакт» и «Фейсбук», и на обоих этих слайдах есть система, которая подключает внутреннюю CRM-форму. Давайте простыми словами, что это такое. В «Контакте» и «Фейсбуке», в социальных сетях есть такая форма, которая сразу же берет данные, подставляет в поля из твоей карточки. Эти данные уже проверены, и они сразу же заполняются и отправляются вам. Плюс в том, что человеку не нужно тратить время на написание своей почты или телефона, и второй плюс в том, что он не ошибается. Не ошибается в букве, если у него почта длинная или короткая, в цифре телефона, и у вас всегда правдивая информация. Вот если вы такие формы заполняете, забираете из соцсетей, сразу же делайте это правильно, забирайте готовые данные. У нас есть интеграция CRM-формами «Контакта» и «Фейсбука». Вот они, два слайда. Так, теперь, прежде чем мы ко второму уровню перейдем, еще один маленький лайфхак, когда вы на сайте у себя вывешиваете онлайн-консультанта, помните, мы говорили время реакции, да, человек готов ждать или не готов. Если на сайте у вас есть только возможность отправить сообщение в онлайн-консультанта, то клиент ваш, пока он не ушел с вашей страницы. Если вы ему даете возможность написать через альтернативные каналы, через соцсети или через мессенджеры, тогда вы можете ответить ему и после того, как он убежал. Об этом покажу еще виджет, ну, просто совет. Значит, теперь второй уровень. Когда клиент сам написал нам, все окей, наша задача ответить ему, то есть увидеть это сообщение, ответить ему вовремя, ответить корректно. Теперь второй уровень, если мы сами склоняем клиента к коммуникации, мы должны ему рассказать о том, что мы предлагаем. Если это предельно простой товар, например, и все про него знают, я часто привожу, к примеру, телефон, вот он, телефон, он у всех одинаковый, там, что про него рассказывать, нужно рассказать про то, как вы доставляете, надежный ли вы поставщик, как принять деньги, если у вас возврат, вот такие вот нюансы. Но описывать сам товар не очень нужно. Если у вас товар сложный, и тем более, если это сложная услуга, то вам необходимо поработать с этим клиентом. В социальных сетях работать не очень удобно, там вы даете информацию для всех клиентов. Вот они все пришли, они у вас старые, новые, текущие, находящиеся в текущей воронке, и вы все примерно коммуникации строите такие общие. А с клиентом, с которым вы нужно такую работу провести, вот он только присматривается к вашему товару или к вашей услуге, нужно бы поработать более детально, преодолеть на сайте его возражения, поработать с преимуществами, ключевыми, показать фотографии, там, с разных точек, с разных ракурсов, привести отзывы. И это логично делать на лендингах, если вы маркетингом занимаетесь, то я думаю, что к этой системе вы уже привыкли. Практически весь трафик направляется не на основные сайты, вот, пожалуйста, на главную страницу никто трафик не ведет. Теперь мы приземляем весь входящий трафик на специальную посадочную страницу под акции, под новые товары, под конкретные товары. Логично такие странички отдельно делать. Внутри Bitrix24 есть конструктор сайтов, на котором можно как раз делать такие страницы, пожалуйста, много преимуществ его нарисовано, и простота в использовании, и, там, готовность работать с CRM, с поисковой оптимизацией, если у вас сайт не быстро под акцию, а вы планируете на этой странице, регулярно встречать клиентов и забирать их к себе. Сайты мы такие делаем, и на этот сайт кладем виджет. Вот про это я говорил, смотрите, визуально как это выглядит. Мы даем возможность нашему клиенту написать нам через разный канал. Вот если просто, там, чатик такой, то, пожалуйста, вы видите чат в режиме реального времени, если вы ушли со страницы, то ничего нет, а можете написать через, там, Facebook, Telegram, Viber, вот здесь, пожалуйста, заполните форму, и выбирайте один из каналов. Соответственно, вы оставляете клиента у себя, и можете написать через день, через два, через 15 даже. Второй вопрос, вспомнит ли он вас через 15 дней, но контакт клиента у вас в сером системе уже будет. Очень важный дисклеймер такой. Помним, пожалуйста, что обработка контактов клиентов, это обработка персональных данных. По идее, у вас внутри должен быть регламент, как вы это делаете, вы должны быть в хорошем зарегистрированы как оператор персональных данных, ну, и обрабатывать их в соответствии с внутренними требованиями своего регламента, как это организовывалось. Но помнить про это всегда. Не передавать данные никуда и брать у клиентов согласие. Важно очень сохранить клиента. Я про это сегодня уже говорил. Мы сохраняем контакты клиентов для чего? Для того, чтобы потом с ними работать, иметь возможность, раз мы уже заплатили за этого клиента, общаться с ним дальше еще. Мы формируем базу из всех входящих обращений, можем загружать туда Excel-файлы, можем импорт какой-то делать из текущих баз, но тем не менее, постоянно мы нарабатываем базу клиентов, которая у нас остается. Не все из них купили, но все из них с нами общались, и мы впоследствии, это наши потенциальные клиенты, хотели бы с ними взаимодействовать. База – это хорошо, но мы сейчас смотрим на шаг или на два шага вперед и говорим, с этой базой нам как-то нужно будет общаться по каким-то поводам. Соответственно, давайте посмотрим, как мы поделим эту базу и как нам нужно будет делить. Мы сейчас прикидываем. Мы эту базу можем поделить по нескольким критериям, давайте признакам будем говорить. Если нам важно, мы делаем признак отрасли сразу же, когда клиент попадает к нам. Вот отрасль мы сделали. Хорошо, в следующий раз мы можем выбрать всех клиентов из строительства, ритейла, детской одежды или еще из какого-то сегмента. Это круто. Что нам еще нужно? Нужен ли нам оборот компании, например? Иногда критично, чтобы компания стала нашим клиентом только если она в определенном диапазоне оборота. Тогда мы записываем оборот. Можем делать это руками, спрашивать у клиента, задавать ему такой вопрос, либо автоматически подтягивать эту информацию из открытых источников, из каких-то баз данных. Важно ли нам понимать, какого пола человек, контакт у нас в базе? Мужчина это или женщина? Если от этого зависит, какие там рассылки мы, например, будем делать, под гендерные праздники, тогда нам это важно. Если не зависит коммуникация, то некритичный мы можем даже пол не фиксировать у себя. Ну и, соответственно, другие признаки, по которым мы потом аудиторию можем делить. Например, есть ли у вас домашние животные, дети, автомобиль, то, что будет влиять на сегменты, которые вы дальше будете выбирать. Соответственно, все действия клиента мы точно так же фиксируем. То есть, мало того, что мы сохранили его контакт, мы по нему всю историю коммуникации в CRM, конечно же, тоже храним. Для чего она нам нужна? Тоже для сегментации. Мы можем построить сегмент базы и говорим, все, кто купил у нас наши услуги, в последние 4 месяца, 3 месяца, 2 месяца, пожалуйста, мы выбрали все эти контакты и сделали по ним, например, рассылку, сказали, друзья, вы у нас покупали последние 3 месяца, у нас для вас есть специальное какое-то предложение. Пожалуйста, такое предложение можем отдать. То есть, это еще один критерий, по которому мы делим. Вот они, сегменты клиентов. Как мы их строим? Я постарался разбить на 3 большие категории, мы про них немножко уже поговорили. Первая категория это признаки, пол, город, отрасль, наличие детей, машины или домашних животных. Вот в этих категориях. Второе, это история. Покупок, история наших взаимодействий. И третье, это канал. Мы, когда планируем собирать базу клиентов, мы говорим, давайте мы будем точно понимать, какие данные клиента нам нужны, то есть, как мы с ними будем общаться дальше. По телефону, по электронной почте, нам нужно собрать контакты в мессенджере. От этого зависит, какие данные мы будем собирать в форме. То есть, оставьте номер телефона. Это обязательное поле, остальные пожелания. Или основной наш канал, это почтовый. Мы говорим авторизация по электронной почте. Мы знаем почту, остальное вторично. Это ведущий канал. Конечно, нам, как владельцам бизнеса или маркетологам, хочется, чтобы мы максимальное количество каналов сделали, но мы понимаем, что каждое новое обязательное поле, или вообще каждое новое поле, конверсию сокращает, поэтому выбираем для себя там один или максимум два ведущих канала. Теперь, как мы сегментируем аудиторию, внутри BITREX24 есть отдельный пункт, называется он CRM-маркетинг. И мы в этом пункте можем выбирать, делать такие срезы сегмента аудитории. Есть динамические, есть статические сегменты. Динамика, то, что изменяется, например, мы совершили покупку за последний период времени. Каждый раз такой сегмент будет отличаться друг от друга. Есть статический сегмент, мы выбираем всех, кто принадлежит к строительной отрасли. Вот она статика, отрасль компании редко меняется, совсем редко меняется, поэтому он неизменный, называется статический. Мы их можем пересекать между собой, выбрать все строительные компании, которые сделали у нас заказ за последние три месяца. Так тоже можно. Система покажет вам, сколько таких компаний у вас внутри есть. И она покажет, у этих компаний есть электронная почта в 80 случаях, мобильный телефон или номер телефона в 100 случаях и мессенджеры в двух случаях, например. Ну или какое-то другое соотношение. Так вы понимаете, сколько и в каком канале у вас находится аудитории. Есть готовые сегменты внутри, можно их посмотреть будет у себя внутри Bittrex 24. Они предустановлены. Если они вам подходят, отлично. Если вы хотите какой-то свой, то вы его формируете и сохраняете как типовой сегмент. Потом не нужно будет заново набирать все эти признаки, все поля. Вы просто говорите, вот из этого сегмента, пожалуйста, сформируй аудиторию и система показывает, сколько там в этой аудитории людей. Тоже немножко уже поговорили, да, по динамике. Клиенты, которые покупали в этом месяце, в прошлом месяце, пожалуйста, такие сегменты можно строить. Так, по сегментам аудитории немножко уже сказал, скринов добавлю вам, ну, то есть, примеров, как это выглядит. Вот, пожалуйста, мы создаем новый сегмент, записываем в него разные признаки, кого мы берем там, лиды, по какому источнику можно посмотреть, пришел к нам трафик, какие клиенты, например, клиенты с вебинара, вот с этого. Они регистрировались специально в специальную форму, мы говорим только вот из этой формы, возьми нам, пожалуйста, этих клиентов. Такой признак мы точно так же можем построить, вот, и этот сегмент можем сохранить. Как мы с этим сегментом потом работаем? Мы взяли сегмент, и мы идем к нему каким-то из каналов взаимодействия, которые мы заранее, скорее всего, спрогнозировали и выбрали. Электронная почта, смс-рассылка, звонки, или мессенджер, или еще как-нибудь. Еще одна маленькая рекомендация, которая есть, это сегментация по результату сделки. Мы ведем с клиентом сделку в 10, например, процентах случаев, она заказывается успешно, закрывается, а в 90 процентах случаев неуспешно. И у нас есть одна успешная стадия, все отлично, все здорово, и много неуспешных. Почему неуспешных больше? Потому что мы проиграли сделку по какой-то причине. Причина разная. Клиент отказался от наших услуг, потому что выбрал конкурента. Это понятная причина, мы ее зафиксировали. Клиент отказался, потому что ему супер дорого. Мы не в ценовом диапазоне клиента. Он отказался, потому что не стал переходить с предыдущего провайдера. Вот как мы разбирали историю. Мы хотели переключить, но не смогли переключить. И там дальше вы набираете типовые признаки, почему неуспешная сделка у вас есть. Что с этими признаками можно делать? Ну, с точки зрения руководителя отдела продаж, пойти и посмотреть, послушать записи разговоров, почему так закончилось все неуспешно. Там обычно кладезь такой точка роста для менеджеров, как нужно обрабатывать возражения, почему дорого, почему мы, какие наши конкурентные преимущества. Слушаешь оттуда звонки и сразу же куча идей появляется. А второе, что нам интересно, мы можем взять этот сегмент и скажем, возьми, пожалуйста, всех, у кого сделка проиграна, потому что клиент выбрал конкурента. И давай мы к нему придем через 3-4 месяца и скажем, вы сотрудничали с другой компанией, давайте посмотрим, может быть, мы с вами еще что-то можем делать. У вас уже какая-то картина сложилась, там хорошо вам с ними или плохо, и мы можем либо заменить их, если вам не очень, либо предложить параллельную услугу. У нас есть еще вот такое, с нами тоже попробуйте, наверняка вам понравится. Или какой-то другой сценарий, то есть в зависимости от того, как закончилась сделка, по какой причине она неуспешно завершилась, мы можем дальше работать с этими клиентами. Мы крест не ставим, то есть сделка проиграна, но клиент потенциально все равно наш. CRM-маркетинг, если смотреть в, ну даже не давать определение, не смотреть в классические определения, а давать определение, это активная коммуникация с клиентом, потому что мы инициаторы такой коммуникации, на основе данных, которые у нас есть про них. Поэтому CRM-маркетинг, просто маркетинг, мы говорим, мы находим всех, у кого есть домашние животные в Петербурге, и такие признаки в соцсети, например, ставим, и на такую аудиторию даем рекламу. А CRM-маркетинг, мы знаем про свою аудиторию что-то сами, и на основании этих данных, взаимодействия с нами, такую коммуникацию с ними строим. Про каналы коммуникации говорили уже, пожалуйста, мы отправляем письмо, это встроенный инструмент внутри BITX24. SMS мы подключаем, провайдеры, и тоже можем отправить SMS-ку. Можем запускать даже голосовые обзвоны. В некоторых сферах бизнеса это нормальный рабочий инструмент, но давайте так, даже не сферы, а в некоторых кейсах. Например, вам нужно сообщить, что посылка прибыла в пункт назначения. Это можно сделать SMS-кой, можно теоретически сделать голосом. SMS-кой даже удобнее. А вот для того, чтобы напомнить, что вы хотели на конференцию прийти или на вебинар прийти, может быть в вашем случае удобнее отправить голосовое сообщение. Оно будет персонализированное. Я сам наговорил, приветствую, завтра мой вебинар, я буду про это рассказывать, эмоциональной составляющей больше, хоть это и запись моя. Голосовой обзвон, да, есть, доступен, возможен, пожалуйста, можно его использовать. Можно запускать рекламу в социальные сети по той же самой аудитории. Можно таргетировать и добавлять куски вашей аудитории в аудитории Инстаграма или Фейсбука, например, и таргетировать рекламу и на них. Пожалуйста, это разные каналы, но ключевая история в том, что вы выбираете сегмент вашей базы и целитесь в него каким-нибудь предложением. Это тоже коммуникация. Еще один огромный блок, это коммуникации, направленная на повторные продажи. Я здесь разбил немножко по категориям. Что такое повторные продажи? Во-первых, это регулярные сделки. Если ваш товар или услуга продается с какой-то периодичностью, вы каждый месяц или каждый год продляете действия страхового полиса, подписки или ваших услуг, контракта, пожалуйста. нужно не забыть сделать это, чтобы клиент не перешел к какому-то другому провайдеру, другому поставщику. Автоматически система, CRM-система напоминает вам через, например, 11 месяцев, если вы ее об этом попросили, напомни через 11 месяцев, что мне нужно будет клиенту прийти и продлить такой контракт. Пожалуйста. Есть история с кросс-продажами. Что такое кросс-продажа? Вы продаете соседний продукт или соседнюю услугу. Вы продали кондиционер и через год приходите и говорите, друзья, этот кондиционер нужно обслужить. Пожалуйста, мы к вам приедем. Вот как механика выглядит, почему нужно обслуживать, как это помогает вам, вашему здоровью. Кросс-продажам может быть совершенно любая. То есть у вас в номенклатуре наверняка есть, если нет, пожалуйста, подумайте об этом, соседние товары или соседние услуги, которые тому же самому клиенту понадобятся через день, через месяц, через год или параллельно. Люди, которые любят гаджеты, покупают не только электросамокаты, но и там пауэрбэнки и что-то там еще. Они любят какие-то устройства, например. Пожалуйста, к ним можно прийти и совершить такую кросс-продажу. Еще одна категория, мы про нее опять же поговорили, это вторая попытка. Большая часть сделок у вас в воронке закончилась неуспешно, скорее всего. Поэтому можно ли делать вторую попытку? Нужно. Вы эту аудиторию уже привлекли, уже заплатили за этих клиентов, они у вас в базе, они потенциально ваши клиенты, вы их даже проверили, то есть начали с ними общение, и они могли купить услугу, товар, но не купили, но могут купить дальше. Поэтому, конечно, вы возрождаете и совершаете либо вторую, либо первую продажу, если первый раз не получилось. Реактивация и лояльность. Еще два больших блока. Реактивация – это клиенты, которые у вас что-то приобрели или общались с вами, но затихли. Они не общались с вами очень долго, и вы их восстанавливаете. Вы говорите, мы с вами работали или мы с вами общались, давайте вновь поговорим о том, чтобы нам вместе пойти сделать что-нибудь классное. Ну и про лояльность, конечно же, это история про то, что мы про клиентов помним, напоминаем о себе, не бросаем и не только с продажной целью появляемся у них, но и с целью, чтобы нас помнили. Какие инструменты работают на вот все эти цели, про которые мы поговорили на предыдущие слайды? Есть воронка продаж, по воронке мы ведем сделку, все там логично, а есть тоннели продаж. По сути, это связки разных воронок. Мы, если на примере, не знаю, кондиционеров или автомобилей, продали автомобиль, потом нужно на техническое обслуживание его пригласить. Вот первая воронка закончилась, мы продали, там есть свои стадии, человек приехал на тест-драйв, мы поговорили с ним, встретились, он оплатил, выдали машину, все круто, закончилась воронка. И автоматически запускается следующая воронка, например, через три месяца или через год, нулевой этого, или первой этого, у вас есть подсчет, через сколько времени клиент обычно к вам приезжает, и вы сразу же настраиваете такую воронку, совершаете кросс-продажу. Вот это отлично работает. Роботы позволяют вам делать так, чтобы вы в нужный момент вспомнили пору клиента. Нужно через год уведомление вам, позвони клиенту, пожалуйста, робот может поставить такую задачу, которая через год будет актуальна. А про повторные продажи, пожалуйста, эта же механика у вас работает. Так, идем чуть дальше. Есть внутри BITREX 24 инструмент, который называется даже генератор продаж. Вы берете сегмент аудитории и сразу же отдаете ее менеджерам. Вот все, у кого в Петербурге есть, например, дети, и под день детей первое, июня или июля, забываю каждый раз, под какой-то летний месяц, мы берем эту аудиторию и отдаем менеджерам. Позвоните им, пожалуйста, пригласите их на детские ивенты или на детские подарки. Мы сформировали такой классный квест или такой классный подарок, который точно будет вам интересен, давайте им предложим. И вы такой сегмент отдаете вашим менеджерам для повторных продаж или для первой продажи, для следующей продажи. Поэтому инструмент называется генератор продаж, отлично работает, тоже очень рекомендую его. Про лояльность. Есть у меня отдельный слайд и немножко статистики я вам дам. Это статистика мировая, она очень коррелирует на самом деле и с российской. Здесь большое исследование было, поэтому скажу на этом слайде. 64% компаний, которые ушли от текущего поставщика или провайдера, сделали это из-за того, что им не хватило заботы и не хватило сервиса со стороны текущей компании. Тут нет цифры, но меньше 15%, 14, по-моему, процентов ушли, потому что их не устроили цены или они нашли что-то подешевле. Вот вы разницу принципиально чувствуете, там 15% и 64%. Большая часть клиентов просто потерялась, про них не думали, не знали, с ними не общались и поэтому они переключились, поэтому они ушли. Вопрос совершенно не в цене. Нужно помнить, ну, конечно же, нужно помнить и регулярно коммуницировать со своей базой, регулярно общаться, даже если вот прям прямого повода продать сейчас у вас нет, напомните себе, будет очень хорошо. Завершая, наверное, вебинар, ближе, ну, двигаясь ближе к завершению, хочется сказать про очень классный инструмент, который сейчас стал, ну, наверное, стандартом, если вы в чатах общаетесь много, если у вас товар или услуга, которая к импульсной продаже очень хорошо подходит, она не очень большая по цене и можно ее взять, ну, прямо сейчас, вы в чате поговорили, будете брать, да, буду, очень здорово в этот момент принять оплату в чате. То есть инструменты теперь позволяют это сделать, прямо в чат вы присылаете ссылку на описание товара и точно так же присылаете ссылку на оплату. Человек, не выходя из чата, оплачивает вам товар или вашу услугу и отлично все это работает. Я покажу маленький ролик, как моя коллега рассказывает про этот инструмент прямо сейчас для наглядности, для большего понимания. Привет, я Екатерина Епифанова. Центр продаж одна из самых огненных новинок Bittrex24 Дубай. Я расскажу, как он работает. Все обращения ваших клиентов из соцсетей и мессенджеров попадают в ваш Bittrex24, но просто консультировать покупателей уже недостаточно, поэтому мы сделали центр продаж. Теперь вы прямо в чате можете моментально принимать оплату от клиентов, записывать их на услуги и предлагать товары. Центр продаж находится в левом меню вашего Bittrex24. Здесь вы можете отредактировать страницы для продаж в чате, подключить платежные системы и настроить онлайн-кассу. Вот как работают продажи в чате. Например, вы организовываете детский фестиваль. Клиент пишет вам в Facebook и спрашивает, как добраться на мероприятие. Менеджер выбирает нужную страницу и отправляет ее клиенту в чат. Клиент решает, что хочет купить два билета себе и своему ребенку. Менеджер выбирает нужные билеты, добавляет скидку и отправляет сообщения с формой оплаты клиенту. Чтобы ваши покупатели могли легко оплачивать товары, мы добавили в Bittrex24 быстрые системы онлайн-платежей. Это оплата через Сбербанк, Альфа-Клик или Яндекс.Кассу. Клиент оплачивает билеты, цель достигнута. После праздника можно отправить форму предварительной записи на следующее мероприятие. Это позволит изучить спрос и удержать клиента. Быстрые продажи возможны не только в чатах, но и через СМС-сообщения. Узнать больше о том, как работает центр продаж, можно в наших статьях на Helpdesk. Будем рады получить от вас обратную связь. Вот примерно такая механика. То есть мы в чате можем делать практически все от начала и до конца продажи или покупки. И показать товар, и принять оплату, и форму на запись бросить, и фактически не выходя из чата, что очень круто начинать и завершать всю цепочку. В завершение два слова про автоматизацию. Это кажется, что очень большая тема, огромная, бездомная, постоянно можно что-нибудь внутри улучшать. Внутри Bittrex24 есть инструменты, которые позволяют часть работы отдать алгоритмам. Мы их называем роботы и триггеры. Эти роботы и триггеры могут взять на себя, например, формирование документов или взять на себя перевод из одной стадии в другую, если клиент сделал какое-то действие. Давайте несколько примеров дам, чтобы было более-менее понятно. Классический пример про сервисные сообщения. Когда заказ переходит в определенную стадию, мы можем отправить клиенту смс-ку, например, с текстом, ваш товар готов, лежит в пункте выдачи или, пожалуйста, внесите вторую часть оплаты, потому что мы уже готовы. Какой-то текст. Это можно делать не руками, это можно делать автоматом, один раз настроив, и вся цепочка у вас будет двигаться вот в этом алгоритме. Сообщения сами будут уходить по тому номеру клиента, который внутри сделки находится. Второй пример с триггерами, когда мы ждем какого-то действия от нашего клиента, например, там, звонка или рассылки, мы сделали рассылку по всем клиентам и сказали, что те, кто перейдут по активной ссылке внутри, на наш лендинг, например, почитать про новую услугу, значит, они заинтересованы и их нужно отдельно обработать. И, пожалуйста, мы сделали рассылку, система мониторит сама, кто перешел, эти сделки передвигает на следующую стадию и может менеджеру автоматически сообщить, посмотри, вот теплый клиент, с которым нужно поработать. Сценариев, на самом деле, очень много, и здесь я призываю вас поговорить с нашими коллегами, партнерами, какие сценарии для вас будут актуальны, как их можно настроить, как они в бизнесе внутри могут помочь. Вот разная автоматизация, отправка материала в клиенту, коммуникация с клиентом, слежение за сроками, кстати, обработки заявок тоже находится вот в этом большом блоке автоматизации роботов и триггеров. С рекламными аудиториями точно так же работают они. Сценарии, ну, очень минимально здесь представлены, повторюсь, сценариев на самом деле огромное количество. В завершении всего вебинара уже и там первой части, и второй части хочется остановиться вот на каком моменте. Обычно, когда вы слушаете, смотрите классные идеи, я надеюсь, что они классные сегодня были, которые можно использовать в вашем бизнесе, есть вот прямо сейчас большое желание сделать. Пожалуйста, зафиксируйте себе внутри пару идей, одну или две, которые прямо сегодня, прямо завтра можно внедрить к себе и сделать бизнес лучше, эффективнее, может быть, проще в той коммуникации с клиентами, про которую мы сегодня говорили. Напомню, что у нас в чате были вопросы, мы на все не ответили, надеюсь, что на большую часть отвечали, и у нас в чате работали сегодня наши коллеги, которые подсказывали вам, как внутри Bitrix24 можно сделать одно, второе, третье или четвертое. Коллеги вернутся к вам через некоторое время, спросят у вас, как вам вебинары этой информации, которая на нем была, и спросят вас, насколько Bitrix24 может в текущем режиме помочь вашему бизнесу. Если у вас есть уже сложился сценарий, готовый, это здорово, прямо рассказывайте коллегам, что вот смотрите, такая идея у меня есть, может или нельзя сделать. Если сценария нет, то можно прямо в телефонном разговоре об этом поговорить. Смотрите, чем занимается мой бизнес, какие основные процессы у него есть, и скажите мне, может ли Bitrix24 сделать мою жизнь проще, легче, эффективнее. И коллеги в ответ, конечно, подскажут сценарий, который может так сделать, ну или скажут честно, что нет в вашем кейсе, это не тот, во что я не верю, но, допустим, такое может произойти. Спасибо большое, друзья, за информацию. Напомню, что запись вебинара у нас велась, мы ее отправим на электронную почту, специально ничего делать не нужно. Презентацию, которую я сегодня показывал, мы тоже отправим на электронную почту, для того, чтобы вы ее спокойно могли посмотреть. Всем огромное спасибо за участие и удачи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...